Дорогие друзья, здравствуйте, я Тошенов Максим и это программа Силы Слова. В следующих программах речь пойдет о том, как верующий человек может совершенно раз и навсегда избавиться от страха. В эти последние дни, когда мир наполнен самыми ужасающими событиями и новости со всего света атакуют наши души, наш разум, пленяет наше внимание страх, как паук, он просто впивается и он пытается войти в душ огромного количества верующих людей и людей по всему миру. Эти программы я посвящаю тому, чтобы разобраться с тем, как мы можем избавиться от страха. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за благодать, которую Ты даешь нам в этих программах. Мы благодарим Тебя за действие Духа премудрости и откровения к познанию Господа нашего Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за Твой мир и Твою любовь, которая излилась сердце наше. В наши сердца, Духом Твоим святым, мы приняли это, Господь Бог, во имя Иисуса Христа. И научи нас использовать Твои драгоценные дыры, чтобы никто не боялся. Чтобы никто не боялся ничего. Абсолютно во имя Иисуса. Дорогой Господь, помоги нам сегодня из Твоего Слова научиться этой драгоценной вечной жизни, в которой нет места боязни, страху и мучению. Дорогой Дух Святой, наполни сегодня каждого брата и каждую сестру. С чем бы мы сегодня ни сталкивались, посреди каких обстоятельств бы мы сегодня ни находились, Ты все тот же. Ты царствуешь, и все в Твоих руках. И мы придаем в руки Твоей души, наш Господь Бог, чтобы Ты научил нас и укрепил и утвердил нас в Твоем учении. Во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя, наш Бог, за Твое драгоценное помазание, за Твою драгоценную любовь и за Твой великий мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, Иаир стоит посреди всей Твоей толпы, и родственники, близкие друзья приходят к нему и говорят, «Не утруждая учителя, Твоя дочь умерла». В то время, когда у всех праздник, у Иаиры трагедия и беда, и он был так открыт для этого. Его сердце было так открыто, чтобы услышать и принять эти слова. И страх, страх вошел в его душу. Он боялся. И интересно отношение Иисуса. И я убежден на все сто процентов, что то, как Иисус отнесся к Хаиру, он относится и к нам. Что посреди всего праздника, когда все оглушены этой радостной новостью, кто-то получил исцеление, женщина, страдавшая кровотечением, здесь, на этой стороне улицы праздник, ликование, и кажется, что Бог там, Бог с ними. Все его внимание обращено туда. Но посмотрите, просто кто-то один сказал на ухо, «Твоя дочь умерла». О мой Бог! Иисус услышал это. Иисус услышал это. Не просто ликование праздник, который на одной стороне улицы. Он услышал слово страха, который враг попытался посеять в душу Иаира. И тут же встал на защиту. Иисус сказал Иаиру. 49 стих говорит 8 главе. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника Синоги и говорит ему, «Твоя дочь умерла, не утверждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Я хочу вам сказать, на основании того Божьего Слова, которое я вижу, исходит из уст Иисуса Христа, есть две вещи. Есть два диаметрально противоположных понятия. Вера и страх. Вера и страх. Каждое из этих понятий сопровождается определенными признаками или составляющими. Страх сопровождается мучением. Вера сопровождается миром. Каждое из этих двух понятий приводит к диаметрально противоположным результатам. Когда мы боимся, это неизбежно приведет к смерти. Поэтому нам необходимо все свои силы направить на то, чтобы понять, как не бояться. Нам нужно избавиться от страха. Но вера неизбежно приводит к жизни. Праведный верою жив будет. Будет жив. Нам, перед нами, скажем так, перед нашим выбором, перед нашим решением, есть это свободное, зависящее только от нас решение. Что мы изберем? Изберем ли мы бояться? Или мы изберем веровать? И очень часто люди говорят, разве мы не жертва? Разве мы можем что-то изменить? Разве это от нас зависит, будем мы жить или не будем мы жить? Разве это от нас зависит, что с нами произойдет, а чего с нами не произойдет? Возможно, это не зависит от нас, но это зависит от решения, как мы будем через это проходить. Что в результате с нами произойдет? Это очень важно принять для себя решение посреди всего того, что разыгралось вокруг Иаира в той ситуации, в этой евангельской истории Иисус проговорил прямо к Иаиру «Не бойся». Это значит, что сегодня Иисус обращается к каждому из вас. Не бойся. У тебя есть право, и у тебя есть сила, и у тебя есть сама власть неба. Не бояться. Ты можешь не бояться. Ты можешь жить жизнью, в которой нет места страха. И все, что от нас требуется для того, чтобы нам войти в эту жизнь, это поверить Божьей любви. Это поверить тому, что Бог неба и земли любит лично, персонально каждого из вас. И Библия говорит, что именно в этой любви и есть избавление от страха. Она растворяет, она изгоняет, она вытесняет всякий страх из наших душ. Тогда, в 2016 году, в том парке, в Тель-Альвиве, сидя на том камне, когда я задавался этим вопросом, «Если Богу дело до какого-то парня из Актау». Последующие события, когда мы посвятили все свое время размышлениям над Божьим Словом, слышанием Божьих обетований, исповеданию Божьего Слова, истине Божьего Слова, вдруг оказалось, что страх не такой уж и сильный. И его власть над нашими душами не такая уж и могущественная, что он может буквально распадаться и исчезать всякий раз, когда мы начинаем думать о Божьей верности, когда мы начинаем думать о том, что Богу есть дело до какого-то парня из Мариуполя. Богу есть дело до какой-то девушки из Киева. Богу есть дело до кого-то из Таджикистана, Узбекистана, Тбилиси или Батуми. Богу есть дело до каких-то людей где-то в горах и где-то в степях. Ему есть дело до каждого. И посреди всего того, что звучит сегодня, его тихий голос обращен к вам. Не бойся. Не бойся. Только веруй, и будешь спасен. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за Твой великий мир. Я благодарю Тебя за Твой великий покой. Я благодарю Тебя за Твой мир, который не знает границ. Он приходит. Божий мир. Мир Христов. И наполняет души людей, которые обращают свой взор на своего драгоценного Спасителя. Будьте благословены, драгоценны. Господь с вами. Дорогие друзья, наши партнеры, драгоценные партнеры служения силы слова. Бог да благословит вас. Вещание этой программы стало возможно благодаря вашей щедрой поддержке. Пусть Господь обильно благословит в ваших даяниях, в вашей вере, в вашем посвящении. Я верю, что Бог будет обильным, уникальным образом благословлять каждого, кто принимает участие в распространении Евангелия. Я также обращаюсь к тем, кто хочет стать нашим партнером. Если вы хотите стать партнером служения силы слова, напишите по номеру, который вы сейчас увидите на ваших экранах. И мы дадим вам хорошую информацию о том, как стать партнером служения силы слова. Бог да благословит всех вас. Аминь. Если вы желаете пожертвовать, вы можете сделать это на сайте нашей церкви. октау.чурч Нажав вкладку «Пожертвование» Выберите сумму. Обратите внимание, сумма пожертвования указана в тенге. Введите данные вашей карты, номер, срок действия, трехзначный код и вашу электронную почту. Также вы можете перейти на сайт для пожертвования, отсканировав QR-код камерой вашего телефона. Мы благодарим каждого, кто своим пожертвованием поддерживает это важное служение. Своими финансами вы даете возможность проповедовать Евангелие, помогать нуждающимся, осуществлять миссионерские поездки, доносить весть об Иисусе Христе через телевидение и интернет. Пусть Господь благословит вас и восполнит каждую вашу нужду по своему богатству в славе Христом Иисусом.